А уголовное дело мэра Новгорода закрыто. Юрий Бобрышев не только остался на свободе, но и сохранил высокий пост. Обвиняли его в уклонении от уплаты налогов 17 миллионов рублей. Прокуратура посчитала, что Бобрышев чист перед законом. Подробнее Алексей Марачев. Это уголовное дело имело все шансы стать самым громким финансовым скандалом в Великом Новгороде. И вопрос даже не в том, что в нем фигурировали 17 миллионов рублей, которые так и не получил бюджет. Куда интересней, что в поле зрения следователей попало крупнейшее в области виноводочное предприятие. И его руководитель, один из богатейших новгородских предпринимателей, нынешний мэр города Юрий Бобрышев. Практически одновременно с избранием Бобрышева на должность главы городской администрации следователи начали изучать мошенническую схему, которую якобы использовали руководители завода «Алкон». Пока новый городоначальник решал муниципальные проблемы, представители правоохранительных органов общались с его бывшими подчиненными и партнерами, чтобы найти следы пропавших миллионов. По делу были допрошены десятки свидетелей, были проведены несколько экспертиз, в том числе самые, на мой взгляд, сложные – это бухгалтерские экономические экспертизы. Как полагают в прокуратуре, руководители завода задействовали одну из самых распространенных схем по уклонению от уплаты налогов. Пять лет назад они создали фиктивную фирму «Посредника», во главе которой оказался безработный инвалид. Новая компания не вела никакой предпринимательской деятельности, но очень плотно сотрудничала с предприятием «Алкон». Фактически «Посредник» выполнял лишь одну функцию – создавал видимость выплаты налога на добавленную стоимость, чтобы эти деньги позже вернулись в карман организаторам аферы. При поступавших документах, которые подписывались от имени данной фиктивной компании, выставлялся, указывался налог на добавленную стоимость, которую якобы уже уплачивали. И, соответственно, у акционерного общества возникает право на налоговый вычет. Полтора года назад о махинациях стало известно налоговым органам, и в отношении топ-менеджеров, среди которых был и Бобрышев, возбудили уголовное дело. По словам следователей, им удалось собрать достаточно доказательств преступной деятельности. Руководителей предприятия, однако, суд над бизнесменами так и не состоялся. Весной в Уголовный кодекс внесли поправки, увеличившие размер особо крупного ущерба. В итоге в деле не только изменился состав преступления, но и истек срок давности. Были внесены изменения, согласно которым вот этот размер вместо особо крупного, который квалифицировался по части второй, стал просто крупным. И действия были переклифицированы. Между тем предприятию все же придется выплатить государству налоговые недоимки. Сразу после того, как были обнаружены преступные схемы, появился гражданский иск с требованием взыскать недополученные средства. Арбитражные суды Новгородской области признали претензии законными и обязали акционерное общество расплатиться по всем долгам. В результате получилось, что ущерб понес бюджет. Расходы будут у завода от человек, с чьим именем связывают миллионную аферу. Перед законом чисто делает успешную карьеру в кресле новгородского мэра. Алексей Марачев, Александр Киселев и Алексей Мельник. Пятый канал.